Абикдор, здравствуйте! Тогда начинаем нашу передачу. Начинаем, да? Да, да, начинаем. Возникает такой вопрос, что такое иудаизм, на каких книгах он основывается, когда он зародился, и какую роль играет в иудаизме такое, скажем так, мистическое течение, как Каббала? Каббала – это и есть традиция. Понятно. Когда мы говорим о духовной традиции человечества, то мы имеем в виду Каббалу. Каббала и есть в переводе традиция, то есть получение чего-то. Тадуи на французском – это передавать, это переводить, как, собственно, в трактате «Авод» рассказывается о том, как Моисей получил учение на горе Синайском, передал его Иошуа, тому, кого вы называете Иисусом Новинским, и так далее, и так далее, вплоть до наших дней высшее знание передается. Это и есть высшее знание от Всевышнего к Адаму. Дальше, дальше, дальше. Там же был Ноах, Ной, Авраам, Моисей. Это и есть высшее знание. Это и есть высшее знание сотворения мира. Это и есть высшее знание постижения Всевышнего. Это и есть высшее знание через пророчества и через миропонимание, которое предлагает Библия, и которое отпечатано на страницах истории как истинное. Сегодня каждый человек может проверить. Библейские пророчества, они были написаны две с половиной или сколько, три тысячи лет. И где они сегодня? Ну, они сегодня притворяются в жизнь на наших глазах. Ибо красной нитью проходит через все библейские пророчества идея изгнания Адама из рая для начала и раздробление единой души на множество душ, то есть на человечество. Там же изгнание Израиля и рассеяние Израиля по всему миру и возвращение Израиля как основополагающая идея. Это сбывается на наших глазах. Поэтому говорить об иудаизме как о некой просто религии будет неправильно. Это не факультет в общем университете. А это именно целостная традиция, так как она передавалась. А кабала это и есть, скажем так, обобщенное знание. А дальше можно говорить, что кабала включает в себя также традицию Талмуда, закона и много-много еще чего другого. Если мы говорим об истории еврейского народа, то она включает в себя традиции отхода от традиции. В еврейском народе появлялись те ветви, которые потом оказывались отсохшими ветвями. Но это постоянно проявлялось всю историю. Отсеивались, отходили, но потом тот возвращался. И это не еще одна история религиозной какой-то секты или религии народа. Все, что говорится обычно на эту тему, оно как-то очень умаленно и ограничено. А вот если мы говорим по правде, то, собственно, оно все в этом слове кабала. А оно все здесь. А Виктор, то есть вы хотите сказать, что помимо диколога Моисею была передана и кабала как раз? Ну, что есть передана? Что такое кабала, еще раз? Это и есть духовная традиция. Космогония, сотворение мира, исправление мира, спасение мира, мессианские учения, постижение Всевышнего, пророчество. Все это вместе заложено в духовных кодах, которые были еще даны Аврааму, и даны были Адаму, и даны были Моисею. Истина, она едина. Поэтому, когда вот среди разных народов проявляются люди, постигающие духовную истину, они порой вообще не ведая ничего, почти или не ведая, или мало зная вот эти тексты, которые вы назовете иудейскими, но они приходили абсолютно к тому же. Если вы откроете книги, например, «The Life Divine» Шрио Робинда... Это индийский учитель, правильно? Что вы говорите? Это индийский учитель, да? Вы имеете в виду? Он индус, да. Шрио Робинда, он индус, и он опирался сперва на британской культуре, был специалистом по английской литературе, поэзии, потом он примкнул уже к ведической литературе индийской. И его знания, собственно, в кабале, вот в той, которая прописана, да, в книге Зоар, книга, там, Яцера, книга, Багир, они либо были мизерными, либо их вовсе не было. Но вот когда вы читаете книгу «The Life Divine», «Божественная жизнь», то, что он там открыл, оно настолько сродни писаниям различных каббалистов, например, о рабе Моше Хаима Луцата, что можно только поразиться. Кто-нибудь сказал бы, что это плагиат, но ничего похожего. Это никакой не плагиат, это даже не влияние. Люди, которые ищут истину, они приходят к одному и тому же. Просто Аурабинда выразил это на блистательном еще английском языке. И вот это очень важно, что здесь не факультет, а здесь абсолютно единая универсальная истина для всего человечества. Я понял, Авикдор. Такой вопрос. Говорится, что перед концом света возродятся пропавшие 10 колен Израилевых, которые были пленены при сирийском пленении, разрушении храма. Как вы относитесь к этой теории? Где могут быть эти 10 колен и откуда они могут возникнуть? Ответ мы не знаем, что произойдет. То есть мы ожидаем общего приближения к Сиону, к Иерусалиму, всех рассеянных из Израиля. Часть процесса это именно возвращение из рассеяния. На сегодняшний день государство Израиль сумело уже выполнить эту миссию наполовину, что немало. Половина мирового еврейства, так скажем, оно проживает сегодня на территории Израиля. Может быть, уже и больше половины. Тенденция она такова. А что касается именно 10 колен, то кто вернется, откуда вернется, будет ли это вот в такой прямой форме или иной, мы знать не можем. Мы можем только говорить о том, что вообще все человечество вернется и направится к поискам единого создателя, к поискам света, к поискам бессмертия, к поискам ответа на те вопросы, на которые все измы 20-19 века не ответили. Мы уже можем фиксировать полное фиаско всех тех теорий, которые провозглашали, что все это социальная справедливость, все это свобода, все это иерархия расы, все это государство. То есть разные европейские люди, они брали себе в идолы какую-то часть человеческого быта и говорили, все это искусство, все это, не знаю что, художественная литература. Просвещение, возрождение. Просвещение. Все это наука. Это все, наше все, да? Но уже мы видим, что ни это, ни это, ни это не принесло человечеству избавления, а на опыку, как говорили по-старорусски, мы сейчас видим, как прилетел маленький комарик коронавируса. Вот два года мы живем с коронавирусом, смертность от коронавируса, это менее 5% от числа общего умерших в мире, да? Ну, то есть это серьезная болезнь для многих. Я сам испытал это на себе, и вы это испытали. Мы не пренебрегаем ничем, мы не прививками. Пожалуйста, но делать из этого вот такой всемирный психоз, посмотрите, насколько хилыми оказываются все те идолы, на которые полагалось человечество. Вдруг закрывают границы, разлучают людей, разрушают экономику. Все те принципы, которые оказались незыблемыми, они рушатся у нас на глазах. А что не рушатся? Это то, о чем мы с вами говорим. Именно поиски вечного. То, что выражено словом Каббала, вы можете сказать это иначе. Вы можете назвать это традицией. Вы можете назвать это тайным учением, сокровенным учением. Можно использовать разные слова. Смысл он один и тот же. То есть это и есть путь к истине, и иного нету. Понятно. То есть иудаизм включается как бы Каббала, она инкорпорирована в иудаизм, и является его неотъемлемой частью. То есть иудаизма вне Каббалы нету. Точнее было бы сказать, что Каббала включает в себя иудаизм. А, вот так вот даже интересно. Это было бы точнее все-таки. Да, да, да. Потому что целостное, оно включает в себя все аспекты иудаизма. И я имею в виду нормативный иудаизм, а не какие-то сектантские ответвления, которых было много. Мы сейчас не будем все перечислять. Если мы говорим о нормативном иудаизме, то он включает в себя и... Это сотни тысяч томов по законодательству. Это богатейшее учение, пестрейшее. О нем просто не знают люди. Но те, кто слышали и как-то соприкасались, они представляют себе, о чем я сейчас говорю. Вот Каббала – это именно обобщенное самое представление о мире в целом. Не только об иудейском и еврейском мире. Мир, он шире. Мир – это все, что мы знаем о нашей планете, всех остальных планетах и мирах. И это, собственно, мы видим через вселенскую традицию. Не случайно же величайшие умы Европы тоже, ведь они занимались чем? Именно изучением Каббалы. И Ньютон вы имеете в виду, да? Ну и почему Ньютон? Там целая школа была мощнейшая людей, мыслящих. Ньютон был ученый, что само по себе прекрасно. Ну да, один из примеров таких ярких. Ну, вы знаете, я, собственно, не хочу сейчас вызывать полемику, но я упомянул Аурабинда, это ярчайшее совершенно явление. Ну, я могу упомянуть Рене Генона. Но можно было бы еще сейчас привести десятки фамилий христианских и мусульманских мыслителей, теологов, метафизиков, которые, собственно, были направлены туда же, нацелены туда же. В той или иной степени, изучая именно эти книги, эти тексты, но мы же говорим, что если истина одна, то ее человек постигает, как у Аурабинда, просто посредством чистого расширения сознания, расширения интеллекта, углубления. Я именно отмечаю, что он пришел к тому же, к чему пришли в нашей традиции многие. Можно, конечно, делать это с какими-то оговорками, но давайте без оговорок просто те, кто в курсе, те, кто читали, те, кто изучали, те, кто этим живет, они знают, что это так, и это удивительно. А потом всякая профессура, безграмотная абсолютно, и атеистическая, поверхностная, она начнет говорить о том, что вот здесь было заимствование такое, заимствование другое, не было заимствование, у всех было заимствование свыше, чего они не способны понять. Как вот в Израиле с этим профессор, который пытается доказать, что Баал Шемтов, это один из светочей хасидизма, что он не мог не заимствовать что-то в индуизме, но не заимствовал он ничего. Но то, что в индуизме мы также обнаруживаем среди индусов, людей, которые продвигались именно к древу жизни, это не называется заимствование, они заимствовали это у Всевышнего, они заимствовали это в высших сферах духу. Вот это важно понять. Понятно, Виктор, тут зрители интересуются таким вопросом. Есть такое проклятие в Кабале, как Пульса Динура, знаете, наверное. Да-да-да, я слышал, да. Вот такой интересный момент из истории спрашивают, за что был проклят Троцкий? Он был евреем, делал революцию, то есть получается иудаизм негативно относится к коммунизму, к социализму, к этим измам, как вы говорили. Вот в чем он так провинился, что вызвал гнев? Во-первых, это не магический обряд в том смысле, что не может человек молитвой распоряжаться с жизнью другого человека, он может обратиться с этой соответствующей молитвой, пытаясь привлечь определенную энергетику, скажем так, вместо того, чтобы пойти и попытаться выстрелить в Троцкого, такой возможности у наших раввинов тогда не было, то они изрекли эти слова в адрес Троцкого, да, это было, во-первых, это не просто было, а прописано, что в адрес Троцкого смертный приговор, как бы, изрек Хофиц Хаим, это величайший раввин того времени, он жил тогда в западной, тогда еще западной Белоруссии, которая не была частью Советского Союза, выяснили, но Троцкий это человек, который, ну, то, что он еврей, это факт, да, который был преследователем иудаизма, сионизма, он был открытым врагом всего того, что является нормативным существованием еврейского народа и врагом вообще человечества, это был кровавый персонаж, который вместе с Лениным и Сталиным творил то страшное, что происходило тогда на территории Советского Союза, он был одним из, ну, он был не единственным, конечно, но заслуживал особого внимания именно потому, что вышел все-таки из недр Израиля и особая ответственность, видимо, здесь раввины видели на себе, то есть, что все-таки это один из тех, кто когда-то был с нами, мы должны найти на него хоть какое-то управо, ну, и да, и Троцкий плохо кончил, собственно, как и все те, кто сами себя прокляли коммунизмом, его кровавой поступью, да, это, это факт, то есть, как иудаизм относится, я не понимаю вообще, как можно относиться иначе к такому явлению, как воинствующий атеизм, да, в основе всего, который существовал в Советском Союзе вплоть до его развал, да, я учился в Советской школе, я знаю, чему меня там учили, нам всем вдалбливали в голову, что нет, не Бог, а природа, а Карл Маркс, а Ленин, нам вдалбливали это в голову, гвоздями вбивали в мозг, в сознание, вся средняя школа, она вливала в нас этот яд, и так было с 17-го года, как можно относиться к этому, ну как, а как еще, ну как можно относиться к людям, которые убили миллионные, так сказать, сот человеков, сограждан, то есть, как, как надо к этому относиться, да, согласен, одни из худших бандитов в истории человечества, и сразу там от меня спросят какие-то оговорки, ну да, разумеется, что если бы вот мы жили сейчас в конце 30-х, то я надеюсь, что я бы сумел вступить в эту войну еще 1 сентября 39-го года, но лучше было бы еще 38-го, да, а уж по крайней мере, если не было бы другого выхода, наверное, в эту войну вступил бы 22-го июня 41-го года, у нас мы были здесь вместе все вот против того зла, но отсюда не следует, что можно чем-то оправдать тот коммунистический период, и если мы говорим об участии в нем евреев, ну да, ассимилированная часть российского евреевства, не вся, но ее какие-то вначале узкие слои, потом это расширилось, да, они участвовали в этих преступлениях, это было наше с вами тогда совместное, можно сказать, русско-еврейское грехопадение, это надо признать, и идти дальше, с пониманием того, что это никогда не повторилось. Да, Виктор, ну я ни в коем случае не обвиняю, я наоборот говорю, что труска. Нет, что сейчас обвинять, мы говорим правду сейчас, мы здесь не с целью обвинения, а с целью выявления правды и понимания ее. Да, да. Здесь не может быть иных, кроме как самых жестких слов в адрес тех, кто участвовал в атеистическом разбое, независимо от их происхождения. Ну, конечно, погибли буквально там до 20 миллионов человек, только в гражданской войне погибло 10-19 миллионов по официальности. да, да, но потом гулаг, раскулачивание, рассказачки, голод и много чего еще. Пусть не голодомор, но голод был спровоцирован советской властью, пусть неосознанно, я верю в то, что никто не стремился, потому что миллионы людей умерли от голода, но тем не менее у них, да, отбирали пшеницу, у них, отбирали хлеб и отбирали, собственно, жизнь. Да. Так оно было, но оно было, но сразу же надо к этому добавить, когда мы как-то рассуждаем о сегодняшней, Россия, Россия перешагнула через Ленина, Сталина и через Камудина. Сегодняшняя Россия, она иная, вот она иная, и к ней надо относиться иначе. Сразу же вот эта оговорка, она требуема здесь. А, Виктор, скажите, пожалуйста, а в иудаизме понятие рай, ад, переселение, душ, реинкарнация, оно приветствуется всеми школами или кто-то признает, кто-то не признает? Я имею в виду посмертную участь, страшный суд, вот как вот. Термины можно уточнять, что касается человеческой души, но если душа соединяется с телом и душа это та составная, которая духовна, то она продолжает свое существование, разумеется, после того, как отделяется от тела, то, что мы называем человеческой смертью, она может дальше развиваться так или иначе, она должна достичь бессмертия, смысл ее существования, она в состоянии некого сужения изначального и вселения в человеческое тело, пройти свой путь развития, ну, как люди проходят пусть, по-разному, 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 что касается рая и ада, смотрите, вот здесь очень важно не примитизировать эту картину, да, не примитизировать эту картину, на эту тему много хороших анекдотов есть еврейской как раз, да, что, да, ну, один из них, например, как все, кто слушались покорно свою еву, хаву или еву, они все сразу в ад, а там те, кто сохраняли свою самобытность, они в рай, вот такая очередь в аду страшная совершенно, там, где-то возле райских ворот стоит хлюпик, спрашивают, а ты-то чего, ты же вообще был всегда самым покорным, всегда вкушал от Евы Ангарит и из Мессис, он говорит, ну, я здесь потому что мне Сара сказал, жена, вот, но это все анекдотические эти картинки, они хороши, может быть, для того, чтобы травить шуточки, а если мы это обсуждаем серьезно, то для начала нам понять, что такое человеческая душа, из каких компонентов она состоит, куда она направляется, и что такое чистилище, то есть может ли быть чистилищем для человека какая-то череда страданий в этом мире, проходит ли он еще там, или душа его, как говорят, вселяется, это же та самая душа, душа, она преображается, поэтому в преображенном виде душа может появиться еще, она может проходить свой путь, но она должна найти свое место в мироздании, это главное, да, люди же вот сегодня, вот поговорите с своими знакомыми, но вы убедитесь в том, что никто из них, или почти никто из них, может, один из миллионов, да, но не нашли еще свое место в мироздании, не занимаются поиском собственно самих себя, кто ты, зачем ты здесь, с кем ты здесь, так вот это то, к чему надо стремиться, это то, чем надо заниматься, любому человеку. Согласен, Авикдор, еще такой вопрос возникает у меня, в 571 году родился основатель ислама Мохаммед, вот, и в последнее время мы видим, что ислам очень сильно наступает. Главное оружие ислама это колоссальный демографический прирост исламского населения, то есть большое количество детей рождается в семьях. Почему в христианских семьях в России этот кризис, скажем так, наиболее заметен и не грозит ли нам тотальная исламизация мира? Почему я это спрашиваю? Потому что иудеи, христиане, грубо говоря, это люди склонные к наукам, к искусствам, которые любят классическую музыку, среди которых много выдающихся композиторов, произведений. Среди ислама культуры как таковой, вот в том плане, как она есть, ее нету. То есть там запрещено изображение людей, там запрещена музыка. Как вы считаете, вот это столкновение цивилизации, оно к чему приведет? И как можно противостоять этому, если этому можно противостоять вообще? Ну, здесь требуется уточнение правды ради, что в ранние средние века наоборот ислам был носителем науки и просвещения. Более того, некоторые тексты Аристотеля, они сохранились благодаря тому, что были переведены на арабский язык, а потом с арабского они к нам вернулись. То есть в средние века картина была обратна. очень важно напомнить самим мусульманам о том, каким был средневековый ислам. Напомните в таких людях, как Мухаммад аль-Разали, аль-Арби. Много имен можно было бы сейчас перечислять, светочи, мысли из недр ислама. Ну, кстати, мы упомянули здесь Рене Генона, француз из католической семьи, каббалист, можно сказать, да, знаток каббалы. Вот в отличие от Аурабинда, он изучал эти тексты, он пришел к пониманию через изучение эти тексты, а не только духовным чисто путем, как и ведическим как Аурабинда. Генон последние 20 лет своей жизни, он находился в Каире, среди суфиев, там нашел себе пристанище, то есть давайте посмотрим на ислам как-то так более объективно, при том, что внутри ислама существует чудовищное агрессивное составное сегодня, причем как у шхитов вот в лице Ирана, хизбаллы, так и у суннитов это, чтобы сейчас говорить, запрещенные в России террористической организации, там братья мусульмане, их можно много-много перечислять, там ДАИШ, прочие там Эль-Каиды, все запрещенные, мы с вами сказали, они еще не иностранные агенты, может еще иностранные агенты, вообще ничего хорошего мы про них не скажем, конечно, но степень их пассионарности, степень их пассионарности она наблюдается, многодетность наблюдается, но вот смотрите, внутри Израиля, а у нас тут полтора миллиона арабов, которые граждане, еврейская рождаемость, она выше, чем арабская рождаемость, при том, что мы не страна третьего мира, наоборот, мы сейчас по ВВП на душу населения, я имел в виду не ВВП, не инициалы вашего президента, а такой-то продукт, да, как мы говорим, ВВП Израиля на душу населения сейчас выше, чем Англия или Франция, но вот у нас сейчас демография, она положительная по сравнению с нашими арабами, чего раньше не было, то есть здесь нет какой-то обреченности, что касается общего демографического состояния христианского мира, но это связано с отсутствием там пассионарности, демография, она связана с разными факторами, иногда это бывает просто архаичность, иногда это бывает пассионарность, когда народ идет вперед, то появление новых детей, оно не просто часть какого-то архаичного представления о мире, а это желание соучаствовать в появлении на свете тех душ, которые пойдут этим путем, и вот отсутствие основополагающих идей, ради которых стоило бы умножать количество этих душ, это то, что является главным. ислам не переживает сейчас никакого духовного ренессанса, он находится идейно уже на спаде, мы не будем преимущества увеличивать их силу и их пассионарность. Они, да, напоминают о себе, но даже смотрите, уровень сейчас мирового терроризма, он сильно на спаде, по сравнению с тем, что было 7-8 лет назад. Да. Россия, он вообще сейчас почти равен нулю. Да, ну где-то в Нигерии, в Нигерии где-то как-то еще что-то. Ну, в Нигерии, вы знаете, Нигерия не является для нас каким-то зеркалом нашего мира все-таки, это не витрина для нас Нигерия, а в России, где террор бушевал, он бушевал, ну, и второй половины девяностых, да и, собственно, и после этого тоже были совершенно чудовищные, страшные, кровавые события на территории РФ. Последние годы вообще не слышим о нем. И это, конечно, заслуга ваших ФСБ, но это больше, в этом есть символика. здесь на территории Израиля, где 20 лет назад просто кровавый асфальт был, да, благодаря усилиям разрешенной в России террористической организации ФАТХ и разрешенной в России террористической организации ХАМАС, который филиал запрещенной в России террористической организации Братья Мусульмане, Да, но сейчас у нас, да, бывают эти случаи, да, да, если кто-то кое-где у нас порой, но это просто уже в сотни раз уменьшилось. То есть даже такие их проявления дикарские, они идут на спад. Иран продолжает эту линию на словах, но на деле это идет на убыль. Там нету значительных богословов, каких-то идеологов, которые бы вели их вперед. И даже нет уже вот тех в их глазах героев, как Бен Ладен, такого аскетического типа. Мы их не видим, мы их не видим в проявленном ясном представлении. Мы этого не видим. Поэтому ислам не находится сейчас на взлете. Но надо, конечно же, иметь в виду собственным домом заниматься, укреплением собственных духовных векторов. Вот это главное. Вот это то, чего не достает. И здесь дело не в цифрах, а именно в качестве. Собственно, где те люди в России, которые могли бы вести ее вперед? Где те люди, которые были бы сегодняшними подвижниками, которые были бы указателем пути? Вот в чем вопрос. Где те правдоискатели и правдовершители, которые необходимы для того, чтобы люди начали пробуждаться, вселять людей надежду, не только бесконечная ругань в адрес остальных или наоборот ругань собственных основ, видение России только в негативных красках, но аж куда идти? То есть выявить недостатки это важно, а дальше куда идти? Как-то у Высоцкого песен «Мне вчера дали свободу, что если не делать буду? Куда дальше идти? И вот это главный вопрос на сегодняшний день». Но даже в Конституции не было идеологии недавно по сути дела, то есть народ не имеющий идеологии, не имеющий каких-то скажем определенных как-то сказать по-коммунистически атеистически каких-то путеводных маяков, он обречен на прозябание и на окружение вокруг своего места. Россия отвергла атеистическую идеологию, Россия отвергла поклонение абсолютному злу в лице атеизма, это уже шаг вперед. Согласен. Дальше вопрос именно в том, куда идти. Да, и конечно же вот давайте справедливости ради отметим, что Россия, она стала плотиной, она сказала нет радикальному исламизму. Россия также публично отвергла те вот крайние проявления скотского либерализма с его разного рода парадами. И это тоже надо сказать в охвалу России. Без иронии только, да, вот в охвалу России, надо сказать, что Россия отвергла это. Но отвергнув это, отвергнув это, она не дает сегодня миру никакой альтернативы пока мест. И мы говорим это с надеждой, что там пробудется, может какая-то искорка из нашего разговора вылетит и донесется. Виктор, очень надеюсь, я сам являюсь диссертантом профессора Китянского, он как раз описывал ислам, христианский, каббалистику, вот как бы на основании его опыта, скажем, его статей, разговора с вами, надеюсь, будет какая-то идеология, которая сможет пробудить народ, поставить его на правильные религиозные рельсы и надеюсь, Россия каким-то образом будет возрождаться с этой точки зрения. Виктор, скажите, пожалуйста, а не связано ли падение рождаемости с... Многие считают, что в России самый сильный матриархат. Что такое матриархат? Матриархат, прежде всего, как это власть женщин и как его частное главное проявление, это когда при разводе дети остаются с женщиной. В России создана такая система, когда отец после развода на детей практически не имеет никакого права. Как вы считаете, является ли это чудовищной, антипатриархальной, практически сатанинской практикой, и как нам от этого уйти, вот ваша точка зрения. Потому что рождаемость, она ограничивается именно этим. Большинство моих друзей я разговариваю, я говорю, слушай, надо жениться, надо жить по заповедям, надо верить в Бога. Говорят, Саш, хорошо, я женюсь, т.д. и т.п. Предположим, моя там Маша, Настя, Катя, она встретит кого-то другого, я сразу посылаюсь просто далеко и надолго, семья распадается, я лишаюсь минимум половины имущества, и я полностью лишаюсь детей Извините. Не, все нормально, воспитание Я вообще выключу, вот, все, извините, пожалуйста. Все, все хорошо. да, да. То есть коммунизм мы победили, да, но вот эти сатанинские остатки вот этого матриархата у нас остались. Как вы считаете, как бороться с этим матриархатом и как вернуть мужчинам право на то, чтобы быть патриархами в своих семьях, а это соответственно будет и рождаемость, и пассионарность, и новая идея. Что вы думаете по этому вопросу? Алло? Да, да, я здесь, просто у меня тут, здесь вы видите меня? Да, вижу, 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 прекрасно. Да, я патриот мужского пола. Ну, это логично. Да, обращаюсь к братьям нашим мужикам. Все эти законы матриархальные принимали не женщины, а мужчины. В чем с этого? Они существуют не только в России, но и во многих-многих странах мира. и в том, что мы не в состоянии сами мужчин силой, добродетелью, милосердием создавать прочные семьи, то нечего на зеркало в лице, в лице женщинах пенять. давайте с этого начнем. Женщины в наше время в большей степени в большей степени являются хранительницами верными очага. Они проявляют большую верность детям, чем мужчинам. Это медицинский факт. Связано это с тем или иным законом. Конечно, но это как следствие, а не как первопричина. Первопричина, она вообще заключается в том, что современная жизнь с ее устоями и основами, она подрывает семью, она подрывает первичные, естественные стороны человеческого развития. Ну, так не надо пенять на те законы, которые прописали мужчины. В этом мире пока что законы, ну, по крайней мере, в предыдущие десятки лет во всех парламентах писали мужчины. И то, что мужчины сами такого написали, ну, что мы будем винить женский пол в этом? И в Израиле мы прослеживаем такую тенденцию тоже. Но, понимаете, представьте, что вот сейчас будет вам отвечать женщина и скажет вам так. Мало того, что вы пьете, мало того, что вы гуляете как с собаки, так вы еще тут и геи. Вот что ответит вам женщина. Поэтому, поэтому, надо, во-первых, признать, что весь уклад современного общества, он не позволяет в полной мере реализоваться нашим мечтанием о прекрасной даме, о Беатриче, об идеальной семье. Но к этому надо стремиться. К этому надо стремиться. А стремление, оно подразумевает действия, готовность к самопожертвованию, готовность к самоотдаче. И не жаловаться на то, как все обустроено, а делать лучше. Делать лучше. На практике я могу сказать, что действительно во многих странах, не только в России, те законы, которые лишают мужчины возможности в случае развода воспитывать детей, они связаны прежде всего вот к сожалению, к сожалению, повальной неготовностью большинства мужчин брать на себя эту ответственность. Обычно не Маша уходит к Паше, а Паша уходит к Маше, а потом еще стремится не платить алименты. Все же так. А в тех случаях, когда иначе, а такие случаи нам известны. История знает такие примеры. В России 80% женщин подают на развод. Что вы говорите? В России все-таки 80% случаев это женщины подают на развод, а не мужчины. Все-таки у нас чаще именно женщин являются инициаторами развода. Они подают на развод, ну а почему они подают на развод, мы сейчас с вами не располагаем эту статистику, но в любом случае выход он в том, чтобы мы мужчины, которые владеем этим миром, не они владеют этим миром, давайте начнем с этого. Мы правим в этом мире, мы правим в этом мире. Если мы сами понаделали таких законов и если мы сами демонстрируем безответственность в своем поведении, то вопрос прежде, что к нам, решать будут все равно мужчины. Смотрите, образ прекрасной женщины тоже создавали не женщины, а мужчины. Правильно, образ Наташа Сосон Толстыр. Александр Блок, Андрей Белый, они были мужчинами. И с другой стороны, всякие законы странные, которые действительно во многих местах сегодня ущемляют наше с вами право воспитывать детей, влиять на них. Но я бы не видел в этом первопричину, поскольку мы их сами понаписали. Давайте вот как-то смотреть на ситуацию вместе. Ну, а все зависит от того, к чему стремятся мужчины и женщины. Если у них есть какая-то общая цель, высшая цель, идейная цель, ну, так уже есть что-то. Если над ними говоря образом и вашим причем языком венец, в смысле некая корона, да, не этой дети, с одной стороны, с другой стороны, какая-то идея, тогда есть место для взаимного уважения, приказанности, ну, а иначе оно распадается, а дальше, поскольку женщина, она ближе как бы к земле, к почве, к основам, то, естественно, что в большинстве случаев есть преимущество в том, чтобы дети оставались ближе к матери, особенно, если мы говорим о девочках, но есть эти исключения из правил, которые требуют благосклонного рассмотрения, я вообще всем желаю гармонии и счастья, а не новых разводов. Согласен, да, потому что, почему задаю этот вопрос, депопуляция в России среди русского населения колоссальная, согласно мнению Андрея Ткачева, священника, вымирает в год 300 тысяч населения, мы теряем год по населению с город размером с Саратов, это просто национальная катастрофа, и он считает, как бы многие священники, многие раввины, они считают главная проблема в том, что именно мужчины лишили право на семью, вот это говорит. Но они сами себя лишают, их лишили, кто их лишил? Инопланетяне, марсиане, сами мужчины понаписали всяких законов, сами мужчины ведут себя безответственно, а потом говорят, что в этом виноваты женщины, ну так пусть мужчины, которые сидят в Госдуме, поменяют эти законы, какой процент женщин в Госдуме? Все-таки у вас-то пока что не немецкий парламент, как с министром обороны женщина, и прочее, и с канцлером женщины, вы пока что достаточно патриархальная страна, как раз Россия, это уж кому-кому жаловаться. Но, опять же, по-моему, здесь причинно-следственные цепочки, мы говорим не о главном, главное то, что мужчина должен быть мужчиной, реализовывать себя, как человек, который ведет вперед духовно, который демонстрирует милосердие, который добронравие несет по отношению к детям. А Виктор, вот... Я, кстати, я вам хочу сказать, знаете, я, поскольку тоже сталкивался в жизни с разными сложными ситуациями, когда вы привержены детям, не всегда, в большинстве случаев, но что-то остается, при том, что и в самой лучшей семье может возникнуть ситуация, что кто-то из детей, он отворачивается от тебя совершенно непредсказуемо, поэтому не надо мучиться тем, как я мог бы, как нужно. Вот мы живем в этом мире, нам даны эти испытания, через которые мы проходим, принимайте их с любовью, идите вперед и делайте добро. Вот и все. А законы, ну, если надо поменять, понимаете, но это все мелочи. Важен устой общий. А здесь мы с вами сегодня находимся в той сфере, когда вы ткнете телевизор, все, что там увидит ваш ребенок, это отвратительно. Вот поймите. Вы сегодня включаете телевизор, когда вы даете ребенку с 10 лет пользоваться интернетом, какие шансы, что он не начнет через месяц-два путешествовать по самым отвратительным, но общедоступным сайтам? А что дальше происходит с его душой? То есть этот ребенок должен быть героем каким-то, чтобы потом как-то очиститься от того, что испачканы идти дальше. Мы живем в достаточно тяжелое время в этом смысле, при том, что свобода выбора у нас полная, никто нас не принуждает к этому. Это не советская система, когда ты обязан повторять, клянемся так на свете жить, как вождь великий жил. Никто тебя не заставляет присягать сегодня злу, атеизму, либерализму, но они вокруг надо умело избегать прильнуть себя к ним. Согласен, Авикдор. Скажите, пожалуйста, ответ. Есть ли у вас ответ на такой вопрос? По статистике среди верующих мужчин разводы гораздо меньше. Если мужчина создает семью и он не верующий, он может быть главой этой семьи? Или шансы на то, что в ней пойдут негативно, они гораздо более высокие по сравнению с тем, как если бы он был бы верующим в Бога, например, и не сторонником либеральных идей? Такой вопрос сложный. Не просто вера, а религиозный образ жизни с верой вместе, они, конечно же, увеличивают шансы на сохранение первооснов человеческих и в отношении детей, в отношении супругов, в отношении любимых людей, разумеется, да. То есть, если у мужчины, у женщины есть общие идеи существования и общие законы, которые они ставят над собой, если они уже принимают хотя бы тот постулат, что их собственный эгоизм, их собственное хотение не является конечной станцией их жизненного автобуса, но это уже помогает. Конечно же, это помогает. Знали ли мы другие примеры, когда люди атеистического склада создавали хорошие семьи, но наши дедушки и бабушки такими обычно были. Просто еще старые устои были очень сильны, по традиции передавались, но потом, чем дальше, тем хуже. Правильно. Если вы посмотрите на современную Европу, включая Россию, может быть, Россия в меньшей степени затронута, кстати, но в современной Европе вообще семьи это большое счастье, когда удается кому-то. Там проблема такая, как была в период разложения греческой римской империи. Я говорю, сейчас изнутри а не внешней угрозы. Придут селенные варвары из Ближнего Востока или не придут, или придут варвары еще откуда-то, или придут не варвары, кстати, а вполне симпатичные люди, без ронья, какой-нибудь там из Китая, из Индии, там не варвары. Но это место пусто не бывает. Европа разлагается. Европейская культура находится сейчас на спаде. христианская церковь, она существует достаточно мощно в Соединенных Штатах, вот в ее протестантском баптистском обличии существует. Ну, а в Европе она сейчас дает сбой по всем фронтам. то есть, в принципе, мы наблюдаем, что христианство равно культура, Европа равно культура, равно субъектность, равно политика, понимаете, то есть, тот же библейский пояс США, про который вы сейчас упомянули, является неким связующим звеном для Штатов, по большому счету. Именно там рождается больше всего детей, там, как говорится, присутствует креативность, то есть, уход от христианской веры в Европе породил, скорее всего, вот этот вот развал и переход к такому агрессивному либерализму, который, возможно, приведет к концу Европы. Получается так. Европа идет к концу, не в смысле того, что конец света и всех сожгут или всех съедят, а в том смысле, что вот европейская цивилизация в ее современном понимании, она идет на убыль и движется к нулю. Вы упомянули классическую музыку, но классическая музыка, которая лично причастна, она существует 300 лет, сколько она существует, но до того тоже существовала музыка человечества как-то существовала. Классическая культура, она сегодня в тупике абсолютно ничего нового, существенного не создается. Классическая культура это наша с вами попытка переосмыслить того, что было сделано в 19-м, в 18-м, в первой половине 20-го века что-то еще перепало. Но там же тоже тенденция внутри искусства, внутри литературы все ведет к нигилизму, к плюрализму, то есть к распаду. Там все ведет к энтропии. Она абсолютно самоуничтожительная, эта культура. Мы видим результаты. Но когда мы говорим уничтожение, это не значит физическое истребление, полный уход. Это преображение. Это преображение. То есть будет фототополе. Человечество эволюционирует к духовному взлету. Мы идем к духовному взлету. Мы сейчас все больше и больше испытываем это чувство недостали, когда мы задыхаемся, когда мы понимаем, что наркотики современной жизни, они не могут нас удовлетворить. И мы все больше и больше степени будем стремиться заглатывать что-то из того кладезя мудрости, который перед нами. Просто надо начать этим заниматься. Просто надо этим заниматься вместо того, чтобы забивать себе уши страшными какими-то ритмами, попсовыми, джазовыми, рок-н-ролл и прочее. Действительно отбросы сатанизма на самом деле в его чистом виде. Вместо этого искать то, что дает подлинный покой души удовлетворение, когда ты наполняешь душу светом. Вот чем надо заниматься. И каждый человек вот в немудросту и лукаву может взять книгу псалмов Давида, выключить мобильный телефон, выключить телевизор, посидеть пару часов в комнате наедине с псалмами. Даже на русском языке, хоть это не подлинно, даже на английском языке, если кому-то, хоть это не подлинно. Но с этого начать. Чтобы внутренний настрой, внутренний бой был таким. Боже, повелиться милости твоей, по множеству щедро твоих очисти беззаконие мое. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой передо мной есть вынум. Тебе единому сотворих 50-й, ну, у вас 51-й псалом. Я постоянно... Точно, причем вынум. Всегда я слышу старославянский и мне хорошо на душе. Спасибо. Да, я... Я изучал псалмы на старославянском искал на форне. Это интереснейший феномен, кстати. Интереснейший феномен. Можно было по нему как-то отдельно сделать передачу. Я с удовольствием, потому что книгу псалмов я читаю каждый день. Некоторые из них я знаю наизусть. То есть, для меня это просто вот такая отрадость души, честно, могу сказать, что наполняет мою душу светом, энергией вообще на весь день, а то и как-то вот так вот. Аминь и аминь. Аминь, аминь, да. Да будет так. Вот. Ну, предлагаю на этой передачу по книге псалмов может быть в следующий раз, если вы не возражаете, конечно. Да, я много лет посвятил изучению, толкованию, даже выпустил книгу толкования псалмов, поэтому и псалмы, и весь наш мир, они все включены в духовное первословное, это надо понять. Да, да. То все, что есть материя и наша приходящая жизнь, она включена в вечное и неприходящая. И с пониманием этого уже проще и куда спокойнее, светлее наш жизненный путь со всеми его перипетиями. Да, Виктор, надеюсь, получу вашу книгу с вашим автографом. До свидания.